Работа лесника, на первый взгляд, может показаться простой. Ходи себе по лесу, гуляй в свое удовольствие, собирай грибочки и еще и зарплату получай. Да как бы не так. Игнат с детства был знаком со всеми трудностями лесничего дела. Его дед работал лесником и с детства брал паренька с собой на всякие работы. Игнату нравилось помогать. Когда он стал постарше, то всякий раз искал повод отправиться к деду в лесничество. То книжку якобы забыл, то передать что-то. Родители были не против. И однажды отец сказал Игнату. Хватит уже придумывать нелепые поводы. Если хочешь ездить к деду, то мы с матерью не против. Главное, чтобы это не мешало учебе. С тех пор Игнат почти не вылезал из деревни. Учебе его увлечение только помогало. После школы парень поступил в лесотехническую академию и выучился на лесника. Очень ему хотелось пойти по стопам деда. А главное, и профессия была знакома с малых лет. Когда старик отправился на пенсию, в лесничестве уже была достойная дипломированная замена. Игнат с честью занял место своего деда и продолжил теперь уже семейную традицию – династию лесников. За годы своей работы, чего только не случалось у Игната в лесу, чего только он не насмотрелся. Спасал животных из капканов, отслеживал браконьеров, даже помогал полицейским устраивать облавы на беглых зэков. К работе своей Игнат подходил добросовестно и был на хорошем счету у начальства, вот только с личной жизнью никак у него не складывалось. Он даже сам как-то посмеивался, что придется жениться на волчице, а то девушки слишком требовательные стали. Игнат был видным мужчиной, и девушки заглядывались на него, вот только ни одна не желала переезжать к нему в деревню, а он не собирался бросать работу и уезжать в город. Так и заканчивались все его отношения. Однажды Игнат спас молодую волчицу. Долго выхаживал ее у себя, а тем временем стая окружила его дом, дожидаясь выздоровления своего сородича. К сожалению, какой-то изверг обустроил такую жуткую ловушку. Игнату так и не удалось выяснить личность браконьера. Яму он закопал, ведь по лесу и люди ходят, и дети. С тех самых пор, как он вылечил волчицу, стая стала его лучшим другом. Довольно часто волки, находясь в стороне, сопровождали лесника. Однажды отбили Игната от нападающего на него медведя-шатуна. Он, в принципе, сам виноват. Знал, что появится в лесу медведь, который не улегся спать зимой. Надо было просто оставить ему еду и все. Но ведь Игнату интересно было посмотреть. Вот и посмотрел. Если бы стая не окружила медведя, то, скорее всего, у лесника были бы большие проблемы. Однажды по весне случилось с Игнатом происшествие. Он шел по обычной тропе, как вдруг издалека услышал, как скулит собака, и звуки характерной драки. Краем глаза он давно приметил, что волки, сопровождающие его, устремились вперед. Игнат выбежал на поляну и обнаружил страшную картину. Волки, с которыми он теперь водил дружбу, напали на собаку. Они как будто рвали несчастную жертву на куски. Игнат не мог так сразу определить, какой породы была собака, да это было и неважно. Животное необходимо было спасти. Его до глубины души разочаровало поведение волков. Игнат точно знал, что, несмотря на раннюю весну, они не голодали. Он сам периодически подкармливал серых хищников, чтобы они не приближались к деревне. И тут такое, напали на домашнюю собаку. И что только она делала так далеко в лесу. Тут мужчина обратил внимание, что совсем неподалеку на земле лежит девушка. Только этого не хватало. Воображение лесника сразу нарисовало жуткую картину. Волки напали на девушку, собака бросилась защищать хозяйку, и вот теперь они расправляются и с ней. Среди нападавших была та самая волчица, которую Игнат выхаживал. Не мог он просто взять и застрелить волков, тем более был риск попасть в собаку. Не зная, что ему делать, он просто стрельнул в воздух и побежал скорее к девушке. Человек в лесу всегда в приоритете. Игнат осмотрел пострадавшую и обнаружил, что она не ранена, а просто в обмороке. Игнат легонечко похлопал девушку по щекам, и она открыла глаза. Теперь надо было спасать собаку. Игнат снова выстрелил в воздух. Волки никак не отреагировали, продолжали нападать на животное. Игнат решил рискнуть. Мужчина бросился в самую кучу, которую устроили волки. И что же он увидел? Волки не нападали на собаку, они кусали и отбрасывали в сторону огромных гадюк, которые облепили несчастную собаку. Проснувшиеся голодные змеи клубком навалились на домашнее животное, случайно оказавшееся в лесу. А волки, наоборот, пришли на помощь несчастной собаке. Игнат, рискуя жизнью, сорвал с собаки последних змей и отбросил далеко в сторону. Собака уже была без сознания, она распухала на глазах. Это не один укус гадюки. Тут аспирином не обойдешься. Собаку надо было срочно нести к ветеринару. Еще и девушка непонятно в каком состоянии. Игнат обернулся и увидел, что девушка встала и подходит к ним. — Велес, милый, сильно они тебя порвали? — плакала девушка, склонившись над собакой. Только сейчас Игнат рассмотрел, что перед ним лежал еще щенок. Большой и крупный, но еще щенок среднеазиатской овчарки. По-простому алабай. — Да что вы, девушка, они его не рвали, они ему жизнь спасали. Это мои волки, я здесь лесник. — Смотрите, на щенке нет ни одного укуса от волков, зато видите точки? Игнат раздвинул шерсть собаки. — Да, и что это? — спросила девушка. — Это укусы змей. Видите, они валяются повсюду. — Волки спасали вашего щенка от змей, — пояснил лесник. — О боже, он теперь умрет? — спросила девушка. — Да успокойтесь, не умрет. Главное успеть добраться до моего дома. — Сказал Игнат и поднял на плечо собаку. Возле избушки у Игната стояла машина. Быстро погрузив собаку, они помчались в город. По дороге пес уже начал приходить в себя, чем несказанно обрадовал девушку. Расстроившись из-за собаки, она забыла даже представиться. Девушку звали Лиза, она студентка-художница, приехала в деревню писать картины. — Собаку ей подарили на Новый год родители. Щенку не три года. Игнат по дороге как мог успокаивал Лизу. Он объяснил, что весной после зимней спячки яд у змей не так активен, как обычно. Укус гадюки не будет смертельным, хотя на него напало около тридцати этих тварей. Однако есть и хорошая новость. Ей повезло, что родители подарили алабая, а не какого-нибудь пуделя. У этой породы есть природная устойчивость к яду гадюки. Ветеринар подтвердил сказанное Игнатом. Однако сыворотку все-таки вели и поставили капельницу. Пока собака лежала на процедурах, Игнат и Лиза общались на скамейке перед клиникой. Девушка восхищалась, с каким бесстрашием лесник бросился в кучу волков, пусть даже это были его знакомые волки, и как самотверженно он разбрасывал змей, пока она там валялась в обмороке. Бежит мой велес по поляне и вдруг, как заскулит. Я оборачиваюсь и уже вижу набросившегося на него волка. Ведь я и подумать не могла, что на него накинулись змеи. Ну думаю, все, конец моему щенку. И представляете, сама не ожидала, как упала в обморок. Со мной такое впервые. А потом вы. Давай на ты, предложил Игнат, глядя на Лизу. Он не слышал, что девушка рассказывала ему про собаку и волков. Он только смотрел в ее бездонные глаза и, кажется, тонул там окончательно. Тут никакие волки не спасут, Игната настигла любовь. После выздоровления собаки, молодые люди стали встречаться, и к следующему Новому году они поженились. Лиза с удовольствием переехала к Игнату. Самое интересное, что фамилия у Лизы была Волкова, еще в школе ее дразнили волчицей. Игнат, как чувствовал, когда говорил, что женится на волчице, так и получилось. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.